Всем привет! С вами снова Атлантист 3.5.7. И сегодня в вашем неоне представляется очередной выпуск журнала Собери свой телескоп за номером 12. Ну вот, приступим. Опять довольно такой ужистый выпуск. Такой же довольно не лёгенькая штучка. Не сказать, чтобы особо тяжёлая, но не очень лёгкая. Она из металла тоже. Давайте опять же вводим отсюда эту картон. Которая нам толка ноль шаровое скопление. То, что у нас в этом выпуске. Вот у нас шаровое скопление. Дальше. Паспорт чего-то. Можете посмотреть. Сейчас, секундочку. У вас был подготовлен инструмент. Он мне как-то решается. Так, тут ещё что-то. Может быть кому-то интересно. И вот куча вот таких вот. Так, вот это шаровое скопление. Такое. Такое. И даже такое. Есть ещё одно. Одно. Такое вот. Такая вот табличка. Другие шаровое скопление. То, что у нас в этом выпуске. И то, что в следующем выпуске у нас будет ещё один окуляр. Да. Окуляр за окуляром. И, ух ты, специальное предложение. Закажите дополнительные элементы по телефону. Бесплатно. Горячие линии. Для России. Для Москвы. Для Украины. Для Белоруссии. Москва. Отдельно. И на сайте. Так. Часовой привод. Оси восхождения для длительного отслеживания небесных тел с пультом. Цифровой окуляр для фотографирования Луны, планеты, а также Солнца. С использованием специального фильтра. Разрешение 2 миллиона пикселей. То бишь 2 мегапикселя. Мне бы знать какое разрешение здесь. Призаказ возможен до 13-го, 1-го 2015 года. Указанную стоимость не включена доставка. Просто, знаете, обычно они, ну, по крайней мере, которые я видел, можно из Китая заказать. Они 600 на 800, по-моему, имеют разрешение, вот эти электронные окуляры. И стоит он там, конечно, не 2 999. То ли около 1000, то ли чуть больше 1000, точно не помню. Давно смотрел. А вот эта штука, кажется, за 4000, это нехило. Такой пультик, движок у нас, редуктор. Ай, не знаю, как-то дороговато. Будем думать. Может быть, ну, по крайней мере, двигателю бы, конечно, купить бы, но 4 штуки отдавать за него. Ладно, попробую поискать в интернете что-нибудь взамен более дешевое, более интересное. Так, для чего его служит в комплекте с этой деталью. Давайте посмотрим, что и как у нас. Вот такой наборчик. Как можно заметить, вот такая вот металлическая штука со шкалой. Шкала приклеена отдельно, как видите. Это не наносено, блин. Не могу выиграть, конечно говоря. Это не метод нанесения на основном корпусе, а приклеен. Даже вот клею видно. Видите? Это не наносено. У бракодела. Надо будет попробовать его оттуда. Удаляется, да. Желтенький. Моментом каким-то, наверное, клеили. Или что-то в этом духе. Точно не ценокрилат. Его бы хрен отберешь. По запаху его довольно мало. Уже подсох. Он похож реально на какой-то момент клей-момент. Это и хорошо. Поскольку такой клей можно отодрать. Он до сих пор, знаете, жидкий даже. Так. Вот здесь, конечно, у нас не самый лучший вариант. Давай. Так. Перейдем к более продвинутому инструменту. Прикольно, правда? Наверное, какой-то момент вытягивается. Так. 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 Угу. 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 Отваляет пинцета. Ну всё. Так. У нас здесь прорезан резьба тоже. А здесь не прорезан, а нарезан. И здесь. Так. Достаем нашу предыдущую деталь. Деталюку. С нашим маслом, которое я так его не вынул. Устанавливаем. И всё это типа. Собираем. Гаечка металл. Резьба металл. Это резинка. Это пластмасса. Так. 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 Гаечка с металлом у нас остаётся. Это. А нет. Куда я тебя вставляю. Это у нас скручивается. Вот сюда вот. Типа. Ммм. Всё равно будет надо разбирать. Это всё. Так много места будет занимать. Ну ладно. Пускай такой будет. И вот это у нас типа закручивается вот сюда вот. Пускай так будет. Так. Это у нас закручивается на самый низ. Сейчас нам это масло наша смазка. Это вазелин не даст прикрутить. До конца он не хочет закручиваться. Вот такое получается. Не знаю, должно оно вращаться или не должно вращаться. Вот так. По оси я не знаю. Надо почитать, посмотреть. Ну, конечно, получилась у нас вот такая вот штукенция. Вот такой вот агрегат. Ммм. Ну, можно так сказать. Довольно прикольно. Прикольно, конечно, будет собрать вот эти вот модули. Более интересные. Тоже тут шкалы есть свои. Такие более массивные. И вообще странно, что нам дали отсюда собирать. Ну, может быть не странно. Я даже не знаю, хотя расписание все есть. То есть не расписание графического выхода. Там будем и штативы по одной ноге. То есть одну ногу собираем. Потом дальше продолжим собирать. Потом еще одну ногу собираем. Дальше другие вещи собирать. Ну, просто у нас есть уже одно полукольцо. Вот это или не кольцо полностью. Потом второе появится. В следующем году, в начале года там труба появится. А мы собираем нижнюю часть. То есть начать бы с верхней. Уже так прицепить и дальше вниз идти. Ну, ладно. Им, наверное, виднее тем, кто составляет эти журналы. Ладно, я почитаю, должно ли это вращаться или нет. Может, туда надо вот эту уже смазку добавлять. Тут реально какой-то вазелин, блин. Он как-то вообще лежал боком. Весь бок стек. Надо попробовать поставить. Может, здесь что-то обратно. Ладно, вот так вот. Вот такой вот выпуск. Вот с такой вот штукой. Довольно такая уже увесистая хреновина. Так что все зашибись. Мне нравится. Что ж, то она из металла. Но она и должна быть из металла для устойчивости. Блин, еще здесь клей, блин, она вообще, видите, эта пластинка не держится абсолютно. Ладно, короче, я ее отдержу полностью. Зачищу и посажу на центр акрилат. Потому что этот какой-то клей, какой-то момент, блин, вообще не в тему. Он вообще не держит, она вон гуляет. Ну вот, ну все. На этом все, ребята. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцев. Так что, очень счастливо. Пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok.